Очередная встреча участников проекта «99 избранных» под названием «Релакс Тусе» проходила не в спа-центре или студии йоги. Идею релаксации на этот раз реализовали в студии рисования песком. Дети получают кайф от общения песка, как дети, привыкшие копаться в песочнице. А взрослые больше релаксируют и медитируют. Они получают именно тот кайф, который их заставляет расслабиться. Это на самом деле то, чего нам в жизни сейчас не хватает. Потому что мы привыкли работать головой. Постоянная информатизация всех систем, наше жилище пронизано электронными волнами. Мы живем постоянно в этом процессе. И вот то, что можно сделать руками, особенно, как говорят, не хватает контакта с землей. Собственно говоря, песок — это прямой аналог этого процесса. Это очень важно и с физической, и с энергетической точки зрения. В жизни мы очень суетливы, куда-то все бежим, торопимся. А здесь можно расслабиться, побыть самой собой, потворить какие-то процессы такие. Безусловно, это раскрывает какие-то возможности и таланты в человеке. Песок, море, данная обстановка создает какие-то позитивные эмоции и позволяет немножко отойти от серых будней и постоянной гонки за результатами. Релакс Тусе организовали как семейную встречу. Ведь это занятие полезно и приятно как для взрослых, так и для детей. Очень приятно, что проект позволяет проявлять себя не только как индивидуальность, посвящать время себе, но и не забывает о том, что семья в жизни каждой женщины — это самое главное. И ее детки, то, как они растут, то, как они развиваются — самая главная ценность, которая есть и существует. Мне мама сказала вчера еще, что мы пойдем на песочную анимацию после того, как я делаю все уроки и позанимаюсь. И я решила, что я буду ждать этого, и мне очень понравится там. Родители — это понятно, они отвлечься, хотят там тоже порисовать, но детям это больше нужно для развития. Мы рисовали город и морское царство. Мне больше понравился город, он был красивым. В следующий раз с участниками проекта «99 избранных» мы встретимся уже в финале. Забегая вперед, сообщим, что он уже состоялся на самом высоком уровне. Ну а яркие подробности торжественного события смотрите в ближайших выпусках программы «Бьюти Тайм».